Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Впереди выходные, мое традиционное напутствие, провести их хорошо, отдохнуть, собраться с силами и с энтузиазмом вернуться уже в понедельник к трейдингу, потому что на следующей неделе, как и всегда, будет нам с чем работать и в плане статистики, и в плане новостей, ну и в плане, конечно же, продолжения мониторинга ситуации вокруг коронавирусной инфекции. То, что происходит на финансовых рынках, это беспрецедентная волатильность, друзья. Очень хочу подметить то, что это действительно так, потому что те темпы обвала американского фондового рынка, европейского фондового рынка, это не просто самое большое и значительное снижение скорости вот этого падения за какой-то период в несколько лет. Это фактически исторические рекорды, и никто не знает, до каких уровней все эти фондовые секции будут валиться. Американский фондовый рынок, друзья, S&P уже потерял 15%, еще немного, и мы будем уже мерить вот это падение тем спадом, который наблюдался во времена финансово-экономического кризиса. Страшно то, что мы, возможно, только в самом начале пути, друзья, и если коронавирусная инфекция сейчас только в формате гипотетических предложений, предположений, может привести экономику в состояние нового мирового экономического кризиса, то тогда снижение впоследствии будет еще более значительным. Друзья, готовьтесь к этому, и если вы все-таки спекулируете, торгуете такими влатильными инструментами, вы изначально должны понимать, что трейдинг в таких условиях сопряжен с большими рисками. То, что происходит на площадках, по большинству идей, друзья, мы достигаем постоянно на регулярной основе профитных ориентиров, амбициозных целей. Я хочу вас с этим поздравить, но лично у меня есть какой-то внутренний диссонанс и немного неприятный осадок. Это даже, скажем, поверхностно сказано. Я уверен, что не будет ошибкой, если я скажу, что этот осадок довольно значительный, потому что фактически тот профит, который сейчас удается фиксировать, он основан не на каких-то, скажем, правильных и своевременных расчетах изменений в монетарной политике и подстройке идей под это. Эти идеи и профит по большинству сделок, он основан на как раз факте распространения вирусной инфекции. И я снова повторяюсь, друзья, я бы с большим удовольствием отказался от этих сделок, от этих профитов, если была возможность все-таки сфокусироваться на ином фоне и не говорить про последствия коронавирусной инфекции. Но сделать этого невозможно, поэтому нам остается только действовать по тренду, нам остается следить за текущей ситуацией. И лично я со своей стороны буду продолжать рассказывать вам то, что на площадках происходит. С лирической водной, наверное, давайте покончим. Ну а теперь к нашим торговым идеям. Brent 5027 – это минимальные уровни, друзья, с 17-го года, с летних периодов 17-го года. Почему Brent снижается? Это все влияние вируса, последствия для мировой экономики, для спроса. Сейчас участники рынка ждут с нетерпением заседание ОПЕК+, которое состоится на следующей неделе 6-го по 7-е марта. Как ожидается, что на этой встрече Саудовская Аравия, лидер организации, поднимет вопрос выполнения рекомендации технического комитета дополнительного сокращения на 600 тысяч баррелей. Мы знаем то, что без России вряд ли эта тема выгорит. Но даже, друзья, если каким-то чудом все-таки в этот раз. На фоне снижения цен на нефть сейчас цены настолько сильно провалились, что позиция России реально может измениться. Даже если Россия примкнет к дополнительной инициативе по сокращению, я думаю, что в целом это не изменит существенным образом ситуацию на рынке углеводородов. Потому что тот спад спроса, снижение спроса на нефть, зафиксированный в последние недели из-за негативного воздействия на экономики вирусной инфекции, он куда более значительный, чем дополнительное сокращение на 600 тысяч. То есть этой мерой рынок нефти не стабилизирует. И как бы это странно ни звучало, друзья, но на текущий момент страны ОПЕК могут повлиять на ситуацию. Но только если снизит добычу больше, чем на полтора миллиона. Но все мы прекрасно понимаем, на эту меру никто не пойдет. Поэтому моя рекомендация, друзья, мы выжили из нефти по максимуму. Я уже вышел из коротких позиций раньше. Если вы держали сел до сих пор, но, наверное, стоит это сделать, особенно перед выходными, чтобы с нормальным настроением уйти на субботу и воскресенье уже ни о чем не думать. Доллар-иена 108.93 вовремя мы развернулись. Американская валюта продолжает валиться, потому что трейдеры стали активно закладываться под неизбежность еще одного снижения процентной ставки. Возможно, оно произойдет уже в марте. На текущий момент вероятность таких изменений уже составила 75%. Десятилетки, друзья, продолжают обновлять облигации. Исторические минимумы сейчас это уже доходность 1.28. Десятилетки и такой показатель доходности снижает привлекательность доллара. Доллар валится на перспективах смещения политики, как я уже отметил. Еще и статистика поджимает. Вчерашние отчеты по заказам товара длительного пользования, по индексу расходов на личное потребление подвели и разочаровали, и добавили точно уж несколько процентов вероятностей смягчения политики. Джанет Йеллен тут же говорит о назревшей рецессии, поводом для этого выступит коронавирусная инфекция. И Штаты уже не рассматривают как регион, я делал на это акцент, неуязвимый перед вирусом и недосягаемый, скажем, для этой инфекции. Скорее всего, друзья, уже есть первые случаи. Пока что их характеризуют как невыявленная, неопознанная инфекция. Но эти случаи зафиксированы уже в Калифорнии. Возможно, речь идет о как раз первых прецедентах появления на территории США коронавирусной инфекции. Золото, 1639, золото, друзья, будет расти, я уверен, особенно на фоне потенциально еще большей слабости доллара. Goldman Sachs ориентирует нас придерживаться цели в районе 1800 долларов за тройскую унцию. Евро против доллара мы вернулись к отметке 1.10. Не раз уже от этого уровня начиналась мощная нисходящая ралли. Я думаю, что ситуация повторится. Лагер вчера выступила с констатацией факта негативного влияния на экономику распространения вирусной инфекции. И мы уже начинаем получать сигналы того, что Европейский Центральный Банк будет стимулировать экономику впоследствии. Поэтому хорошие уровни для продаж. Фунт потенциал доллар 1.28.81. Мы уверены, друзья, выжмем профит на отметке 1.28, особенно на следующей неделе, потому что в понедельник стартуют торговые переговоры между Англией и Европейским Союзом. Уже очевидно, что переговоры будут довольно жесткими. Собственно, это следует из того мандата, который был представлен, дорожной карты переговоров. В частности, ЕС обозначил довольно жесткие стандарты торгового характера, которые были характеризованы как попытка повлиять на независимость Англии. ЕС отказал Англии в торговой сделке, которая, очень похоже, была заключена с Канадой. Я думаю, что очень много интересного будет, друзья, уже в понедельник. И готовьтесь к волатильности по фунту. Австралиец 0.65.16, здесь также сделали цель. Доллар-каналец здесь тоже сделали цель. Сейчас котировки 1.34.46, это максимум за последние полгода. Все это влияние цен на нефть. Сегодня выйдут данные по темпам экономического роста. Статистика, друзья, скорее всего, разочарует. По прогнозам мы увидим цифру 0.3 с 1.3. Очень плохой показатель. Поэтому ждем давления на Канадца еще и со стороны статистики. И американский фондовый рынок 2913 пунктов. Идем на планку 2800. Весь тот негатив, который характеризовал со стороны вируса, он также сейчас воздействует на американскую фондовую секцию, на настроение. Влияет на трейдеров с точки зрения ожидания того, что с американской экономикой случится дальше. Если грядет рецессия, друзья, то падение будет еще более существенным. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.